Жильцы дома номер 22 по улице 50 лет в ЛКСМ уже не первый месяц пытаются решить проблему, связанную с мусорной площадкой. Расстояние от дома до мусорных баков не соответствует санитарным нормам. Да и к тому же рядом находится детская площадка. Все началось в августе 2020 года, когда управляющая компания, которая обслуживает пятиэтажные и девятиэтажные дома по улице 50 лет в ЛКСМ, установила площадку для крупногабаритного мусора для многоэтажки. Как рассказала жительница пятиэтажного дома Ольга, у них есть своя площадка для сбора мусора, установленная в соответствии со всеми санитарными нормами. А у девятиэтажки есть мусоропровод. Площадка поставлена в пределах кадастровых границ девятиэтажки, но она установлена с нарушением санитарных норм по отношению к нашему дому. От этой площадки до нашего дома девять метров. Это все было измерено. К сожалению, должно быть не менее двадцати. Спустя время площадка стала местом сбора не только для крупногабаритного мусора, но и для бытовых отходов. Жильцы стали кидать мусорные пакеты. В итоге во дворе начали появляться бродячие собаки, которых привлекают отходы. Площадка из сбора крупногабаритного мусора превратилась уже также в площадку для сбора бытовых отходов. Теперь на ней контейнера, из которых вываливается порой мусор, не вовремя вывезен. Ну а летом, соответственно, здесь будут и крысы, и вонь. Это все будет под окнами. Весь мусор крупногабаритный был на детской площадке. Дети с удовольствием его растаскивали. Надеюсь, что к следующему сезону как-то эта проблема будет решена. Изначально жильцы обратились в управляющую компанию. Составили три письма. Далее были отправлены письма в Государственную жилищную инспекцию и в администрацию города. Ответ администрации города на наше письмо. Согласно справочной информации, значит, это место под создание площадки не согласовывалось. И сведения о данной площадке накопления не включались в реестр накопления твердых коммунальных отходов на территории Владилосовского городского округа. Жильцы намерены сделать все, чтобы этой мусорной площадки не было. Учитывая то, что три письма в управляющую компанию результатов не дали, ответ от Государственной жилищной инспекции тоже оказался стандартным и бездейственным. Администрация города также в решении этого вопроса не помогла. То, по словам Ольги, единственным выходом из этой ситуации будет обращение в Первомайскую прокуратуру и к депутату округа. Алина Черненко, Анна Дьякова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.